Сегодня губернатор края Виктор Толоконский провел оперативное совещание с членами правительства и руководителями краевых ведомств. Одна из важных тем касалась ситуации в ЖКХ. Как доложил министр строительства ЖКХ края Николай Глушков, в целом серьезных аварий не было. Глава Красноярска Тхамок Булатов рассказал, что отопительный сезон проходит в плановом режиме, однако в выходные произошла крупная авария в железнодорожном районе. Из-за изношенности сетей произошел порыв. Около 10 тысяч человек на несколько часов остались без отопления. Все последствия были оперативно устранены и, как доложил министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, уборочная кампания почти завершилась. С полей убрано 98,3% зерновых. Из-за погоды задержались аграрии Новоселовского района, средняя урожайность на уровне 25,2 центнеров с гектара. Сельхозпредприятия начали отгружать зерно потребителям в другие регионы страны и даже за рубеж. Основные направления отгрузки Кемеровская область порядка 5,5 тысяч тонн, это около 30%. Санкт-Петербург порядка 27% на экспорт. В первые мы отправили в Азербайджан 700 тонн и 1500 тонн рапса в Китайскую Народную Республику. Также отправляли в Бурятию, в Рязанскую область, ну и по мелочи здесь, по Сибири. Министр промышленности, энергетики и торговли Край Анатолий Цикалов доложил о том, что в регионе более чем на четверть увеличилось количество продовольственных ярмарок. Эта форма торговли становится все более популярной. Сейчас руководители крупных магазинов и сетей просят правительство проводить ярмарки рядом с их торговыми точками, так как это позволяет привлекать покупателей. И еще одна острая тема поднималась во время совещания. Министр лесного хозяйства Владимир Векшин подчеркнул, что ситуация с заражением лесов с сибирским шелкопрядом угрожающая. Весной специальными препаратами было обработано 2 миллиона гектаров и сейчас на этой территории необходимо вырубить поврежденные деревья. И активно готовятся уже к следующему этапу обработки. Как заявил губернатор края Виктор Толоконский, ведомству надо в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы, в том числе и для подключения федеральных органов, чтобы справиться с распространением сибирского шелкопряда. Завтра я буду работать в Москве, буду, вероятно, встречаться с руководителями правительства, отвечающими за лесное хозяйство, лесной комплекс. Поэтому смотрите, я готов все это подписать, но надо быстро, здесь энергично все решения принимать. И зиму не потерять, использовать как следует, чтобы все-все было вырублено.